Я вырос в Канаде. А есть здесь кто-нибудь из Канады? Знаете, мне никогда не нравилось говорить жителям из Лос-Анджелеса, откуда я родом, потому что в ответ я слышал одно и то же. Канада? Вау! Должно быть там холодно! Сейчас я им подыгрываю. Да! Канада! Обмерзлая враждебная пустошь. Там столько всего нетронутого человеком, коль нам удавалось остаться в живых. После бурения дырки во льду, в надежде найти еду, мы с моим лучшим другом Нентуком строили иглу, чтобы хоть как-то защититься от полярных медведей, и летающих повсюду шайб. Затем мы пили пиво дни напролёт. А когда Нентук доходил до кондиции, он рассказывал историю о великом олене. Смерти нужно смотреть прямо в лицо. Джимми Стюар так и делал. Ну здравствуйте, дорогая смерть, вам бы не помешала воспользоваться мылом? Я хочу быть таким же, если б вы знали. А может я и буду таким? Может однажды, когда я закончу воспевать Господа, я сделаю ещё один шаг к блаженству и стану настоящим святым. Настоящим святым, не то что все эти святоши, читающие проповеди по телевизору, в них нет ничего святого. В них много амбиций. Одного парня, я недавно видел, было столько амбиций, что он стал завидовать самому Господу. Я не шучу, прямо во время церемонии его как понесло, когда я был ребёнком. Я мечтал стать спасителем мира. Но мне объяснили, что Иисус — это Сын Божий. И тут я понял, что там всё по плату. Какие мелочные люди, а? Как таких людей считать святыми, а? Надо быть уверенным в себе, раз уж ты встал на эту дорожку, изволь пройти её до конца и не сходить до полпути. Не было такого, чтобы Ганди во время голодовки бегал потихоньку на кухню посреди ночи. Ганди, что ты тут делаешь, а? Кажется, я слышал тут шаги. И я хотел ударить по башке тому, кто сюда проник вот этим блюдом с картошкой. Он бы никогда так не поступил, понимаете? Постоянно нужно держать себя под контролем, да? Вспышки гнева недопустимы. Надо быть всегда спокойным. Иисус был сдержанным всю свою жизнь, даже в свои последние минуты. Если бы на его месте был я, я бы не выдержал. Например, стоишь ты с другом, может быть, самым лучшим и давнишним другом, он в полуметре от тебя что-то рассказывает, а у тебя в голове... Бог ты ж мой. Мне ведь ничего не стоит взять и заехать ему по лицу. Он такого не ожидает. Вот видите, безумство не так уж и далеко от нормальности. Ведь так легко сказать «да» искушению. И нормальные люди — это те, кто может быстро принять правильное решение. «Засунуть ли мне пальцы в вентилятор? Или лучше выйти из комнаты? Провести ли мне этой опасной бритвой по языку? Или добриться и отойти от раковины? Ведь ты так близко, можешь спокойно...» Но такого не происходит, к счастью, так как у большинства из нас в голове тихий голос твердит. Свернуть машину на встречную полосу «Было бы непродуктивно!» Именно поэтому мне не кажется правильным разрешить иметь оружие в бардачке! Ведь в конце концов кто-то... Раньше, кто-то позже этим оружием всё-таки воспользуется. Да и опять же, что прикажете делать, когда вас подрезают на ровном месте? Дать ему уехать? Так-то надо бы застрелить, подонка. По-другому они никогда не учатся. Поэтому всё больше моих друзей начинают ходить на занятия боевыми искусствами. По мне, так прекрасная идея. Кто-нибудь у вас знаком с боевыми искусствами? Ну давайте же! Прямо здесь! Против краба нет приёма! Боже, он ракообразный! Быстро облейте его кипящей водой! Естественно, нам бы ничего из этого не понадобилось. Умеем бы мы просто общаться друг с другом. А для этого понадобился бы язык, понятный всем и каждому. Я думаю, этот язык — музыка. Видите ли, я считаю, что язык тела — это будущее всех типов общения. Например, вот такая поза означает... Означает... Эй, девушки! У меня нет подружки, но зато есть искривление позвоночника! Так сказать, раскрыл все карты. Парни, а сейчас, серьёзно, походка — это главное. Самый важный элемент образа — это походка. Если вы хотите впечатлить целую комнату женщин и впечатлить их правильно, зайдите в бар для холостяков вот так. Как видите, здесь вполне определённое послание. Слушай! Мне это всё не нужно, но вот мой пах не прочь угостить тебя пивом. Сделайте так как-нибудь. Поверьте, женщины уже слышали все пикап-фразы, которые когда-либо были придуманы. Поэтому, парни, вот вам мой совет. Отвлеките их внимание чем-то визуальным. Эй, крошка! Пойди к сюда на секунду. Да, ты подойди. Слушай. Слушай. Слушай, тебе не... Тебе не кажется, что сегодня как-то необычно ветрено? Ого! Как поэтому я теперь heatingops. It's not. Всё, ты неankакса. Продолжение следует...